всем привет сегодня приготовлю мясо по-кремлевски на этот рецепт берется говядина готовится она конечно долго мясо жесткое не такое как свинина что раз быстро и приготовил да но по этому рецепту получится очень нежное мягкое вкусное мясо у меня здесь один килограмм 200 грамм говядины нарезать ее нужно крупными кусочками сантиметра где-то 4 на 4 примерно 3 на 3 в общем крупными кусками вот такими вот нарезаем некоторые это блюдо готовят из свинины но я не вижу смысла это блюдо готовить из свинины так как мы будем долго томить мясо для свинины это ни к чему беру казан и буду выкладывать мясо лучше если это получится в один слой ну не получится тоже будет неплохо но лучше конечно в один слой можно взять на место казана глубокую сковородку или сотейник добавляю к мясу стакан холодной воды 250 миллилитров и ставим теперь на плиту сделала средний нагрев на средний огонь ставим накрываю крышкой и буду ждать пока она закипит три луковицы где-то примерно с пол килограмма нарезать можно кольцами или полукольцами я нарежу кольцами и не очень тонко теперь сверху можно выкладывать весь лук а поверх лука выкладываю сливочное масло сейчас обычно пачки идут по 180 грамм у меня здесь 180 грамм сливочного масла нагрев сделайте самый маленький чтобы чуть-чуть оно кипело чтобы не сильно не бурлело не кипела а только чтобы томилась накрываю крышкой и так будет оно томиться ровно час возьму 5 зубчиков чеснока я их нарезаю вот такими вот колечками можете произвольно нарезать как хотите но я не мельчу и нарежу еще кусочек острого красного перца это по желанию перец острый не любите острое не добавляйте и вообще все специи на ваше усмотрение на ваш вкус позже конечно же добавим соль черный молотый перец еще но это все позже мясо варится у меня уже час посмотрим что у меня здесь происходит как оно себя чувствует пора отправить соль перец и все приправы сюда добавляю чайную ложечку соли соль добавьте конечно же по вкусу половина чайной ложки черного молотого перца один лавровый листик и острый перец и чеснок и еще нужно добавить столовую ложку уксуса девяти процентный у меня уксус мясо томится оно и так станет очень мягким и нежным а с уксусом станет еще нежнее снова накрываю крышкой пусть томится так еще час если мясо у вас попадет старое можно даже еще потомить поварить полтора часа нагрев не добавляем также на медленном огне пусть варится еще часик прошел еще один час в общей сложности у меня мясо варилось два часа оно готово выключаем его находим лавровый листик я его обязательно всегда убираю чтобы не горчило и можно подавать к столу бульон здесь получается очень вкусный поэтому я делаю много бульона вы если в не хотите можете не добавлять столько воды добавьте пол стакана или чуть чуть поменьше к этому блюду можно готовить любой вообще гарнир какой хотите гречка рис овощи у меня сегодня брокколи разделяется на волокна и даже чем-то напоминает тушенку я очень люблю по этому рецепту готовить мясо и часто по нему готовлю плюс конечно же здесь еще добавлено сливочное масло бульончик получается со сливочным маслом просто объедение думаю что если приготовить и точно не пожалеете спасибо большое за то что смотрите мои видео не забывайте подписываться на канал нажать на колокольчик чтобы не пропустить мое новое видео но если оно вам понравилось поставьте лайк поделитесь с друзьями в соц сетях и до новых встреч на кухне у цыганочки пока